Мы живем в цифровом мире, и возможно, вы даже этот выпуск новостей смотрите не на телевизоре. Но существует такой формат вещания, который не устаревает вот уже более 60 лет. Это радио. И есть в нем какая-то своя магия и романтика. А у нас есть повод рассказать о нем подробнее. Так, доброе утро всем еще раз. Радово и ветер здесь, в отморожках. Мы вернулись к вам, друзья, для того, чтобы сказать, что день-то сегодня великолепный, солнечный, хоть и морозный. И так приятно, знаешь, выяснять, что сегодня, оказывается, праздник мы отмечаем. Да, сегодня Всемирный день радио, ребята, это так круто. Я совсем забыл, что у нас сегодня профессиональный праздник. Коллега, с праздником тебя. С праздником, Саша. И всех наших коллег мы сегодня поздравляем. Эти голоса знакомы многим новоуренгойцам. Ведущие радио Сигмы помогают нам просыпаться утром, когда мы едем в машине на работу. Рассказывают самые последние новости. И вообще весь день заряжают горожан позитивом через радиоприемники. Общий радийный стаж. Ты посчитала? Да. Семь лет у меня общий радийный стаж. Тринадцать. Семь плюс двадцать лет на двоих. На двоих. А самый первый эфир волнительным был? Конечно. Я больше скажу. Каждый эфир волнителен. Каждый день что-то неизведанное. Каждый день что-то странное. Не, ну, на самом деле, кроме шуток, радио – это каждый день праздник. 13 февраля – это Всемирный день радио. Его провозгласили на 36-й конференции ЮНЕСКО в 2011 году. А вот в России традиционно день радио отмечается 7 мая с 1945 года официально. Дата не случайна. В этот день, в 1895 году, Александр Попов выступил с докладом об изобретении радио. Спустя год об этом же объявит еще один ученый – итальянец Гульельмо Маркони. Оба эти человека считаются создателями беспроволочного телеграфа. Именно благодаря им мы теперь можем качаться на радиоволнах нашего любимого радио «Сигма». Оно единственная собственная радиостанция в городе Новый Уренгой. На ней работают люди, которые здесь живут. Они чувствуют настроение города, погоду, все, что происходит с нами, какие ситуации. И я думаю, что каждый слушатель чувствует, что свой человек находится в эфире. Радио «Сигма» – это хиты, это музыка, которую мы любим, это музыка, которая нам нравится, и это позитивное радио. Слушайте радио, а еще лучше слушайте радио «Сигма» на 102 и 3. Юлия Димитрадзе, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.